Её стол всегда завален документами, однако за этой кипой бумаг она давно научилась видеть судьбы людей. В Брянском районе Татьяну Горбачёву знает каждая семья. Для малышей она добрая волшебница с подарками, для взрослых – помощник и путеводитель по жизни. По любому вопросу и проблеме, да и порой просто за советом, многодетные, неполные и семьи с детьми-инвалидами идут к ней. Особое внимание в местном отделении помощи семье, женщинам и детям к семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Обязательно посещаем эти семьи, смотрим, насколько у них улучшились условия проживания, или наоборот ухудшились, и что надо для того, чтобы они улучшились. Либо им там необходимо матери устроиться на работу, мы помогаем, выдаём направление в центры занятости, смотрим, насколько они приходят, не приходят. Либо там им нужна продуктовая помощь, мы ищем спонсоров для того, чтобы оказать данной семье продуктовую. Либо там необходимо помочь ребёнку устроить в детский садик, мы тоже способствуем для того, чтобы устроить ребёнка в детский сад. В этом доме в селе Кабалич и Татьяне Горбачёвой всегда рады. На долю семьи Сапаевых выпало двойное горе. В семье двое детей и оба имеют диагноз детский церебральный паралич. Старшей Марине 14 лет. Марина любит яркие музыкальные игрушки и аудиосказки. Семилетний Никита очень перспективный мальчик. Благодаря интенсивной реабилитации малыш научился сидеть, ползать. А полтора года назад Никита сделал первые шаги. Ходить стал, а разговаривать пока не разговаривает. Показывает пальчиком то, что ему надо. Надо там конфетку, показывает пальчиком, дай конфетку. Надо попить, показывает чашку. Ну вот ждём, конечно, боремся с этим. Сейчас только что приехали из Москвы, где мы лечились, опять-таки, в платной клинике приехали. Там вот дают гарантию, что Никита лет десяти должен заговорить. Потому что есть шанс, он перспективный ребёнок. Вот мы надеемся, лечим. Семья Сапаевых в Брянский район переехала три года назад. До этого жили в областном центре в Бежице. Татьяна Горбачёва, заведующая отделением помощи, заметила женщину с детьми на колясках на детской площадке. С тех пор соцработники района не оставляют без внимания эту семью. У самой ребёнка я приходила на детскую площадку, и она приводила своего мальчика, катала его с горок всегда. Садилась, сама садилась, и сама сажала ребёнка Никитку к себе на коленке и ехала вместе с ним с горки. А потом по роду своей деятельности пришлось и приехать в гости. Мы как бы никогда о них не забываем, стараемся. Может быть, мы не можем их там материально поддержать, но морально, там всегда словом, делом, каким-то вот приглашением на праздник, какой-то вот игрушкой там или ещё. Но мы вот всегда стараемся, не забываем о ней никогда. До этого, живя 10 лет, вот 10 лет мы прожили с одним ребёнком, потом второй родился ребёночек, тоже инвалид. До этого мы жили в убежице. Нас, если честно сказать, мы никогда не были замечены, нас никуда не приглашали. Ни на какой праздник, никакому празднику нам не подарили, никакой конфетки там, ни подарочка. То есть, ну, живёт и живёт семья. Теперь вот приобрели это жильё, живём в Кабаличах. Вот наша организация уделила нам большое внимание. Первый праздник они нас пригласили к себе в День детей, да, инвалида. Были уделены, конечно, вообще я расплакалась до слёз, потому что нас там встретили, очень доброжелательно встретили. И уделили много внимания Маринке. Нас оттуда проводили с большими подарками. Соцработники Брянского района, насколько могут, помогают семье Сапаевых в поиске спонсоров. Ведь нужд здесь немало. Маленький Никита мечтает о велосипеде. Если для обычных мальчишек прокатиться с ветерком – это отличное развлечение, то для Никиты велосипед – средство для лечебной реабилитации. На жизни, конечно, всего пришлось пережить. Много всяких трудностей, в плане чего, что всё приходится даже приобретать самим. Вот тренажёр, который мы кое-как приобрели за свой счёт. Хотелось бы, конечно, много чего для детей. Ту же самую шведскую лестницу, те же самые ходунки, вертикализаторы, ещё какие-то тренажёры. Но нам ничего не даётся бесплатно. Это всё приходится приобретать за свой счёт. Несмотря на все горести и трудности, в этой семье живёт счастье. Здесь радуются и улыбаются вопреки всему. И верят только в лучшее. Кристина Протхилова, Александр Егоров. События. Брянский район.